Какой-нибудь, а я не знаю, белок, сложный, биомолекулы и так далее. Состояние, скажем, начальное и конечное, и F, такой переход. Вероятность перехода, мы привыкли записывать начальное состояние справа, конечное слева, она пропорциональна квадрату модуля матричного элемента. Дикбольный момент, то, что мы называли дикбольный момент перехода. Итак, это D, F и E по модулю квадратной вероятности. И если мы рассматриваем переходы с изучением или поглощением фотона вне зависимости от направления полного вектора и поляризации. Если же мы рассматриваем, если мы учитываем поляризацию, то на самом-то деле, гораздо с перехода, P, F и, пропорционально квадрату модуля от такого скалярного произведения, D, F и, на вектор поляризации. То есть, на вектор, единичный вектор направления электрического поля поля, полный, D на углу, вот так, по модулю квадратную. И отсюда следует правило отбора для электромагнитных переходов длинноволнового приближения. Эти переходы мы называли электродипольные. Они определяются, видите, подпишем элементом дипольного электрического момента. Электродипольные переходы. Ну или мы рассматриваем с вами более в общем случае теорию электромагнитных переходов, вводя представление о парциальных фотонах. О парциальных фотонах электрического и магнитного типа, Ейод фотонами вводили и Ейод фотонами. Они отличаются чем? Наличием момента количества движений у фотона и определенной четности. Момент количества движений, вот он здесь определяется значением Йод, квантового числа Йод. А четность, она связана с Йод следующим образом. Для фотонов электрического типа это минус единица в степени Йод. То есть если Йод не четный, значит фотон не четный. Если Йод четный, фотон четный. А для парциальных фотонов магнитного типа четность минус единица в степени Йод, плюс или минус единичек все равно. То есть если Йод и венечка, скажем так, то это четный будет фотон, тройка четный, а М2 – черные потоны тогда. Ну и простейшие примеры. Потоны электрического типа Е1 – это электродипольные потоны. Они определяют электродипольные переходы, вот, собственно, о которых выше речь шла как раз. М1 – ну, я по порядку возрастания. Идем к моменту количества движения потона. Это магнито-дипольные потоны. Они определяют магнито-дипольные переходы. Дальше Е2 – это электрические квадрубольные потоны. Они определяют электрические квадрубольные переходы. Ну и так далее. Ну, на практике вот в системах типа атома-молекулы трёхного тела, то есть конденсированных средок, ну, может быть, пожалуй, за исключением ядер там немножко сложнее. Почему? Потому что в ядрах, ну, для атомов мы обычно имеем дело с электромагнитными переходами. В диапазоне частот нам более-менее понятных – это, скажем, видимый чаще всего свет. Это энергии относительно небольшие, порядка там 1, 2, 3, 4, 5. Ну, это уже пошёл ультрафиолет. Это невидимый, как бы, да, ну, это вот несколько электроновольт. Меньше инфракрасный диапазон. Дальше диапазон, скажем, там, гигагерцовый, мегагерцовый. Видите, в видимом диапазоне обычно мы говорим об электроновольтах для измерения, как бы, частоты и энергии перехода. Ну, а, скажем, для электронного парамагнитного резонанса, ядерного магнитного резонанса, там обычно говорят о частотах, потому что там энергии очень маленькие. Зато частоты большие, но в единицах типа мегагерц и гигагерц, они не такие уж и большие. Скажем, типичные для ЭПР частота перехода, это, скажем, порядка 1 гигагерц. А типичные МР-овские частоты, это частоты порядка десятков, ну, и сотни. Ну, как правило, десятки, сотня мегагерц. То есть это десятка гигагерц. Сотня мегагерц, десятая гигагерц. Ну, а в ядрах, там, видите, там мы имеем дело, скажем, всего, с переходами, связанными с излучением или поглощением гамма-квантов, если говорить об электромагнитных переходах, с очень высокой энергией. То есть это жёсткое гамма-излучение, это очень большие энергии. Ну, а очень большие энергии, значит, очень большие К, волновые числа. Ну, а большие волновые числа, значит, ну, грубо говоря, мы можем в этом случае выйти за пределы длинноволнового приближения. А как только мы выходим за пределы длинноволнового приближения, у нас вот этот порядок, иерархия такая, энергия большая, поменьше, 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 она нарушается. Для, если электромагнитное поле сильно неоднородное, в пределах системы, ну, в частности, в пределах ядра, для жёсткого гамма-излучения, у вас, на самом деле, большую роль начинают играть переходы, которые индуцируются вбрациальными фатологами с большим йомом, с большим йомом, что, вообще говоря, не типично для, скажем, ну, вот, оптики такого видимого, скажем, диапазона и частот где-то вблизи видимого диапазона. Вот такая, некая такая общая картинка, связанная с электриконными переходами. Ну, вот, если говорить о важности других неэлектродепольных переходов, то надо было бы отметить вот магнитодепольные переходы. Дело в том, что магнитодепольные переходы, по вероятности, они существенно всегда обычно уступают электродепольным переходам, но на практике, тем не менее, они определяют, например, переходы в ВПЛ, переходы в ведро-магнитном резонансе, переходы в, скажем, гамма-резонансе, и поэтому с ними приходят себе их дела, несмотря на то, что у них вероятность очень маленькие. Но вы же догадываетесь, что на самом деле экспериментальная методика исследования электромагнитных переходов, это что, в оптике, видимо, диапазонно, но мы знаем, вот у нас главный прибор, как и так, для определения, по крайней мере, соотношения между интенсивностями, скажем, какого-то там изучения и поглощения. Ну, это приборы, спектрометры разные, они там бывают, совершенно спектрометры разные, они во многом, у них устройство зависит от диапазона, но если мы сдвигаемся с видимого диапазона, скажем, диапазона, гегагерцового, гегагерцового, там, конечно, приборы, приборы, в основном, другая, это ЭПР-спектрометры, ЭМР-спектрометры, они заменяют наш глаз там. Ну, и во многом эти приборы, их устройство во многом связано с тем, что они работают с очень маленькими интенсивностями, с очень маленькими вероятностями. Вот такая ситуация. Для магнито-депольных переходов, вероятность магнито-депольного перехода, значит, вот здесь я практически написал два соотношения, которые одно из электродепольных переходов, а вот для магнито-депольных переходов, вероятности, если их, соответственно, записать, это будет PFI, ну, скажем, здесь я напишу электродепольный, ЭДП, а здесь вот ЭДП, магнито-депольный, на самом деле, вероятности удивительно похожи друг на друга с заменой матричных элементов электрического депольного момента на матричные элементы магнитного депольного момента. Отсюда и название электродепольного, магнито-депольного перехода. То есть вероятность перехода магнито-депольного, она будет пропорциональна, интегральной, ДФ, вернее, не ДА, МФИ по модулю в квадрате, где М это магнитный момент, оператор магнитного момента, а МФИ это будет магнитный момент перехода. Матричный элемент, ну, с такого вида, скажем, F, магнитный момент, и, ну, естественно, если речь идет о переходе, это не диагональный матричный элемент обязательно, не диагональный матричный элемент, так же, как и в случае электродепольного перебора. И очень часто, по крайней мере, если не для абсолютных величин, а для контроля за относительными величинами перехода, а, кстати, надо отметить, что вот у экспериментаторов, которые занимаются исследованиями электромагнитных переходов, это ведь громадные коллективы, вот этой оптики, причем самого разного диапазона, они очень сильно друг от друга отличаются, ясно, что, скажем, оптик, который занимается ИК диапазоном, инфракрасным диапазоном, ИК, в английском значит, инфра-ред, ИР диапазон, это такие сокращения популярные очень, а по-русски ИК, так пишут, ИК, инфракрасный, ИК, ИК, вот, ясно, что для оптиков, которые занимаются ИК диапазоном, и видимым диапазоном, вообще, техника отличается, и, как правило, у них такая специализация достаточно жесткая, вот я занимаюсь, скажем так, видим, диапазоном, ультрафиолет немножко, ИК, немножко, но ИК, например, один электронный вольт, вы уже свет практически, это невидимый, как бы, свет, ИК, вот, или, там, скажем, 3 электронного вольта, и тоже уже, уже ультрафиолет, видимо, диапазон достаточно узкий, ведь очень, вот, ясно, что методики уже немножко отличаются, ну, а ИР-щики, ИР-щики, они тоже занимаются исследованием электронных переводов, ну, и совсем не пазов другой, они уже, это люди, и лаборатории совсем другие, лаборатории, ИР-щики, полископии, скажем, или вот там лаборатория в Минституте физики металлов, там, читаю лабораторию оптики металлов, скажем так, вот они и занимаются, ну, такой исследованием такой оптики видимого диапазона, вот, и поэтому, значит, что, вот, вот, с олимпойными переходами нам приходится иметь дело, чаще всего повторяю, видимого, и вблизи видимого диапазона, а вот скажем, с олимпойными переходами, это, конечно, ФВР, ядерный магнитный резонанс, там царствуют, это переходы магнитно-диапольные, повторяю, их вероятность маленькая, поэтому эти самые вот спинтероскописты, вборщики, вборщики, они всегда заинтересованы в том, чтобы иметь побольше образца, чем больше, тем лучше. Кстати, тоже обратите внимание, что разные экспериментаторы по-разному подходят к этой проблеме, как бы, объема образца, вот. Вот, у многих магнитчиков, чем меньше образец, тем лучше, вот. Ну, честно говоря, вот я сейчас сказал, так задумался, думаю, почему же, ты, свою точку зрения скажу, вот, всяко себе, у вас, ну, такой, полюса магнита, да, магнита, вот, туда образец нужно засудить, если он большой, то как вы его засудите, ведь для того, чтобы поле было большим, нужно максимально, пришел использовать поле большая, надо максимально близко, там, эти полюса подводить друг к другу, а туда образецчик только маленький залезет, а для КВ-чика, этот маленький образец, он совершенно без, или там, ЕВ-чика, он бессмысленно, ему ничего не поверить на него, интенсивность очень маленькая, ему нужно много образца, вот, поэтому они, как правило, что делают, вот, такую лопату образцов выбросили, подходит магнитчик, выбирает эту динамики, вот, подходит ПП-чик, и сразу раз, а я больше подходит и что лопатой забрасывается, потому что у него иначе вообще ничего не увидишь, тем более, представьте себе, ЯБР, скажем, на изотопе 17 кислород, например, 17 кислород, его естественное содержание 0,30%, вот, мы дышим, так, но мы дышим, в основном, 16 кислород, у него почти 100%, а вот, какие-то копеечки 0,3% это 17 кислород, 16 кислород, с вами, ядерно-магнитным резонансом не активен совершенно, он магнитный ядрад нулю район, вот, а вот у 17-го спин имеет вторых ядра, то есть, это такой хороший ядрад с магнитным моментом, с квадропольным моментом, у него можно и ядерно-квадропольный резонанс, ядерно-магнитный, резонанс имеет проблемы, то что мало этого кислорода, поэтому для того, чтобы в обычных условиях мерить, не на обогащенных изотопом 17 образцах, но надо очень много образца, очень много, но понятно, что еще возникает проблема, во-первых, много тоже он даст вот так, образцы либо очень дорогие бывают, так, вот, либо неинтересные, так, как правило, там, где интересы, там образцы дорогие, и много их нельзя получить, ну, здесь вот какие-то такие проблемы, естественно, возникают. Так, хорошо, идем дальше, я немножко проскочу, вот, начну с оптики видимого диапазона, атомы, атомы, лекулы, твердые тела, значит, какие переходы вообще работают, какие переходы интересны, какие переходы актуальны, какие переходы определяют основные оптические свойства материалов и так далее, вот с этого начну. Ну, я бы хотел остановиться прежде всего на, так называемых переходах с переносом заряда. Переходы с переносом заряда. Вот переходы с переносом заряда, ну, вопер, вот эти переходы, чаще всего, знаете, их исследуют, как ни странно, скорее химики, чем физики. Скорее химики. Переходы с переносом заряда, ну, я по-английски буду, charge transfer transition, то, что за переходы если взять такие типичные для физика скажем объекты ну типа скажем окислов каких-нибудь ну возьмем какие-то кисле пить они тоже разрывают вайсу кибер окисл типа например силициум о я почему говорю потому что разные физики совсем разными окислами занимаются если описал например силицию по поиск в силициума 2 есть неважно они соприсал за пример кубов какой марганец пол вот эти объекты и тот и другой очень широко если очень актуальны очень модные объекты но ими занимать совершенно разные люди абсолютно разные люди вообще даже не понимают так уже даже потому что уже этого они чаще всего не хотят друг друга понимать не понимает на если бы хотели было бы полезно потому что вот такой обмен страшно при этом же всегда когда как бы наука вот вперед когда движется до наших как-то рывками движется сегодня в одной области прогресс так завтра другой 3 у нас вообще где-то годами до десятилетиями где-то в загоне находится вот обменивались там скажем металлисты с полупроводники стали да и так далее вот прогресс был назначить быстрее почему а просто потому что по праву марганец он железо первом острове и негативно да это потерялась незаконно для оболочки для материала и железо и железо или элементов группы железо и в данном случае интересен не столько кислород железо или элемент группы железо марганец собственно в этом случае когда мы говорим об оптике нас будет интересовать именно те эффекты и те свойства которые связаны именно с элементом группы железо а не с кислородом с другой стороны силициума-2 скажем да об искренне но страшно интересным в электронике современные широко используется материал там не какой-то еще группы железо нет элементы группы железо не очень интересным своим магнитными средствами так и скорее всего именно поэтому не стали интересны а силициума-2 совсем другая вещь там исследуется скажем роли фи это потому что для электроники очень важно роли дефектов там буквально вот все эти дефекты поделены на разные типы вакансии там в эф-центре бэ-центре там и так далее тогда огромное количество народа занимается следованием такого типа кислород повторяю что вот эти две два направления области металл группы железо и поселить мы вообще друг друг другом не так здороваться при встрече при встрече привет привет а я видел долг к сожалению ну это можно понять потому что мы сегодня мы все-таки такая уже стала одну глубоко даривешь то также проблем то хватает еще соседние ноги нет как говорил кто говорил фразы как говорил очень часто когда заканчивается неважно что козьма прутков очень много интересных вещей нельзя объявляет как говорил козьма прутков нельзя объявление вот это вообще как бы его и не внимаем тяжело потому что они стараются так вот переходы с переносом заряда двухвалентный кислород в минус химическая формула нейтральная теперь конфигурации электронные нарисуем вот валентная оболочка получка валентных электронов 3d 9 3d 9 до заполнения оболочки не хватает одного электрона значит это фактически 1d дырка вот дырку так обозначают то есть фактически конфигурации давайте можно взять 3d это не 3 дырки а 3d это и двойка только это главное к вам пришло вот кислород вот в минус здесь валентная оболочка полностью заполнена конфигурация 2p6 2p6 никаких дырок здесь нет ну а более высокие по энергии состояния кислороде пустые здесь тоже самое более высокие по энергии станет уже пустые а все что ниже заполнены естественно вот электронной конфигурации что за переход может быть с переносом заряда что за перенос заряд но если речь вести об электроне то ясно что в принципе электрон с кислорода может перейти сюда тогда вы получите вот такого типа переход видите 3d 9 2p6 переход 3d 10 2p5 кстати обратить внимание что это можно записать по-другому здесь дырка была здесь в оболочек дырка не было значит это д дырочка она переходит п дырочку такого типа переход либо электрона электрон видите переходит п без состояния говорят переход с переносом заряда картинка п д д перехода с переносом заряда ну а если говорить о дырке обратно переход как бы д дырка переходит в п дырку как по-английски дырка а когда немцы говорят на немецком какой доклад делаю так вот про дырки все русские сразу улыбаются лох по-французски труп какого рода какого рода то но он всегда мужского в русском языке я думаю что на скорее всего так движет в разных языках вот эти вот все словечки которые как бы весело разбавляет наши языки они все немножко ведь разных да я уже говорил у нас есть такое хорошее слово козел но применяется он в основном дыркозел мужскому роду женскому мужу не употребляет а у французов есть шевра да шевра а за от смысле козел у французов дырка тру тру если я песню французов хорошая и друг песня бедного кондуктора который он такой романтик но уходит его работа это дело дырки на теку ну на билет это такой композер называется так вот он ходит и вот его романтик ну вот у него работа такая песенка и так далее там все куплеты наполовину степь титру маленький дырка и так холл по-английски лох по-гемецки так вот и вот и пишутся на своих языках но дело в том что видите английский стал поэтому услышит лох крайне редко в германии надо еще на семинаре для которого по-гемецки говорить ну это тоже редкость германии услышит семинар или присутствие на семинаре где будут говорить на немецком это экзотика когда бывает это вот когда диссертацию не возвращает немцев там железную диссертацию для газа защищать на немецком неважно кто ты там русский поляк начальный ваш вот но ведь мир то весь меняется все равно и поэтому нет сейчас вот так начали сквозь пальцы смотреть на это условие и частенько сегодня порядке исключения разрешается защищаться в германии на английском вот кстати у меня аспиранка наташа мы не прислала насчет было в пиццаре все это было mail вот я выступила там на семинаре взяли меня в аспирандуру в швейцарской я уже рассказывал мне два аспиранда были аркаша и наташа поехала там есть такая дама американская сессии как науки все устроены дамы американские с хорошим русским именем никола ну так и видимо николан вызывать я начале когда я не знал я знаю николай никола длину что это мужчина а потом вдруг как-то я был на семинаре германии и у нас два доклада были близко близки тематики вот она делал доклады я я увидел что это женщина вот сейчас это американка получила позицию в швейцарии я к чему говорит этот цюрик это как раз там на его особенно немецком говорят и я не знаю как у них положено так не исключаю что дальше придется начать так всегда на немецком она хорошо знает на свете нашу кафедру вообще обескровливают нас вот через неделю или проскурен японию лежат на вас половину наташа вот на три года швейцарию как жить дальше итак вот переходы с переносом заряда ну у химиков чаще всего говорят мне о переходах т.д. а химики говорят о переходах анион катион анион катион ну действительно видите здесь поэтому вот это интерпретация перехода через как анион катионного перехода она конечно больше волосы такая то есть здесь не обязательно в роли катиона может выступать металл группы железо не обязательно вот такая дальше это может быть переход и вот повторяю еще раз когда перехода очень большие переходы вот я могу сказать например если нарисовать спектр куда-то рисую спектр поглощение скажем ну какого-нибудь униферита скажем там такой филипп взять вот из из тех что вам знаком скажем гематит забором гематит только чем кольца там всякие пляшки браку эти крошки между прожим знаете как гематит на моей памяти появился ювелирных магазинах не только ювелирных сейчас из гематит из дерева стали очень популярны а еще лет двадцать назад этого магазинах не было вообще как-то народ научился этот гематит в огромных количеств производить гематит феррум 2 а3 альфа феррум 2 а3 дело в том что есть две модификации феррум 2 полутора окиси кислорода железо альфа и гамма феррум 2 а3 тут энергии идет наша века а здесь вот идет интенсивность или коэффициент поглощения коэффициент поглощения кстати чаще всего обозначается альфа альфа кстати знаете он мериться каких ницах верится коэффициент поглощения тоже общую физику и утику проходили коэффициент поглощение каких единиц в обратных метрах вот это кто сказал в родные метры в обратных вида отдела в общем знать как мере уже процент поглощения вот берут скажем пластиночку да и мере то сами не поглощение прибор мире пропускания очень часто мы со спектром поглощения и суспектр пропускать понятно что чем больше пропускаем света и меньше поглощается величины находится в обратном соотношении в пропускании поглощений трансмишн поэтому очень часто вы видите в работах экспериментальных написано трансмишн спектра ну или обсуждаем спектра иногда и то и другое думаю видно что они совсем одно противоположный вере противоположный имеет тенденции так меряют следующим образом смотрят во сколько раз интенсивность падает при прохождении скажем пластинки плащу . смотри сантиметр сколько раз падает и пакет центров поглощения фактически могут понимать толщину пластинки при прохождении которой интенсивность света падает вера скажем так ну чаще не раз это фактически толщина пластинки при прохождении которой интенсивность падает вера но она даже может быть очень маленькая будет 10 минут так далее и так далее вот так вот этот спектр ну и интенсивность поглощения повторяем цен поглощения он примерно так выглядит окно прозрачности но потом пошел такой спектр мощные интенсивные полосы ну я думаю что вы должны знать что вот этого первая мощная полоса поглощения носит название полосы фундаментального поглощения она определяет то что физики называют щелью оптической щели оптической щели ну кстати если это оптическая щель если на переход определяющий оптическую щель вот я прям так и напишу здесь ежедневно если этот переход который определяет оптическую щель фундаментальное поглощение связан с переносом заряда так то одновременно это будет энергия переноса заряда то есть это экспериментальное определение энергии переноса заряда ну правда для этого нужно быть убежденным что действительно этот период связан с переносом заряда ну и тогда еще можно звать щель переноса заряда так иногда говорят или charge transfer charge transfer так вот феррита да и собственно практически для всех опыслов группы железа это щель вот этого величина порядка 23 электроновольта 23 электроновольта вот это типичное значение 23 электроновольт ну по самом деле конечно все очень сильно зависит от того 2 3 электроновольта цвет вообще будет меняться так ну и кроме того я конечно очень условно сказал что здесь вот имеется окно прозрачности окно прозрачности насчет окна прозрачности ну тем не менее говорят кто прозрачусь так и говорят transparency window но ничего прозрачен конечно не бывает дело очень дело в том что он твердый тел пристала ты его не был должен ведь кроме электронных переходов да есть еще и возбуждение связанные с колебаниями колебаниями в молекуле она как осилят работать с колебаниями атомов исторической решетки то есть с фанонами для твердых тел еще и есть фанонные спектры и соответственно отбуждение соответствующий спектр поглощения защитную это что за спектр поглощения это фактический спектр связан с возбуждениями колебания решетки то есть возбуждение фанонов значит частоты характерные для колебания атомов исторических решеток решетка кирин для колебания атомов молекул а эти частоты это величины порядка сотых десят максимум десятой электроновольта то есть это означает здесь вот я скажу 323 а вот здесь будет где-то граница которая дает вам верхнюю границу или высокочисток верхнюю границу значит вот этих помогут возбуждению то есть колебания решетки как правило верхняя граница меньше порядка 0 1 10 электроновольта на самом деле если говорить по частотам частотных единиц и десятые сок электроновольт это терагерцовый диапазон терагерцовый то есть смотрите мисс мегагерцовый гигагерцовый этот терагерцовый то есть то что я говорил о гибрерия пири он еще ниже по энергии находится до сюда и кстати это хорошо когда у вас колебания разного типа возбуждения разного типа разнесены по энергии очень важно потому что если это накладывается одно на другое да вот это очень сложно сложно разделить вот скажем в волкислов это полоса переноса заряда как правило pd или еще dd переход действительно смотрим вот сюда у вас и кроме вот такого переноса электрона с аниона на катион может быть еще переход электрона с катиона на катион ну как это будет выглядеть вы берете пару скажем соседних атомов и легионов меди значит это будет так 3d 9 и сосед тоже 3d 9 и вот эта парочка эта парочка ну химикс скажет так диспропорционирует то есть переходит в новое валентное состояние для внизу пишу укроп 2 плюс укроп 2 плюс да а переходит куда ну скажем смотрите электрон с до 9 переходит на соседа здесь до 8 будет 3d 8 3d 10 ну или генах это соответственно будет укроп 3 плюс и поправ 1 плюс кили как раз и скажет вот эта реакция то есть это звание диспропорционирование диспропорционирование очень такая популярная у химиков реакции диспропорционирования правда знаете как вот химики и физики все-таки они отличаются это тоже два сообщества которые сожалению часто вот не пересекаются сожалению вот смотрите вот здесь вот я далеко ходить не буду это черт и даже примеру вам найду вот здесь наискосок 419 комнатам сидит натуре феич некифоров профессор кафедры компьютерной физики оптики полупроводников и радиоспеклоскопии так красиво называлась это кафедра он занимается в частности например манганитами там марган-со-3 так электронную структуру считают и тогда вот на этом же этаже на этом же этаже химики у нас еще есть химики занимается тоже манганитами они выращивают меня нет и следует до того что эротические свойства их исследует как-то меня тоже манганитами частично занимает но мы с ними пресекаемся редко их декан бывшие сейчас он сейчас он заместитель директора института естественных наук по науке кстати очень по дебил александрович очень активный ученый очень активный ученый вот он когда занимается манганитами еще окислами переходных элементов мы с ними иногда обсуждаем то что вот мы занимаемся общими вещами ну и как-то так все время говорит ну давайте как-нибудь и с ней контактировать так все и заканчивается плохо на самом деле они действительно занимаются исследованием и физических свойств того чего они выращивают и более того иногда эти химики опережают физика и получает некоторые результаты особенно на новых материалах которые они сделали такого классного уровня для физика классного уровня так вот этот переход из пропорционирования так вот что я вам сейчас поясню маленькую резницу между физиком и химиком химик скажет диспропорционирование физик вообще так немножко поборщится услышав слово диспропорционирование потому что для него она она как бы ассоциируется с химии химия какая-то не наука физика соль остальное все равно вот поборщица но на самом деле диспропорционирование существует зачем она принимать как данный но подход физика и химика раз виден химик скажу да из пары купором 2 плюс получается один купором 3 плюс а другой купором 1 плюс химик скажет или физик скажет да не совсем так вот обратите внимание что этот электрон может берите слева направо но также и справа до лево ну какая разница физик скажет нет какая разница это как диагноз привожу физики химик скажет там был ты плюс и один плюс и тут будет 1 плюс 3 плюс тыс большая разница я слышно реально что за зачем реально означает следующий что электрон прыгает слева направо но может справа налево ну вот это что вы доверяешь значит это означает что он скорее всего вот так и будет прыгать если у него вот эти два места не отличаются по энергии это как бы две потенциальные ямки какие-то да узел один и узел 2 и вот в идеале это означает что ваш электрон прыгает но если эти две ямы совершенно эквивалентны то на самом-то деле кванты согласно квантовой механики у вас образуется состояние и по суперпозиции двух вариантов да вот это кубров 3 1 и 1 3 а что это будет означать это давайте два состояния обозначить так 1001 ну то есть сидит ваш электрон скажем вот тот который будет прыгать либо здесь либо здесь два состояния так вот при эквивалентных ямах реальное состояние который будет описываться функции я напишу так ведь это на корень из 2 1 0 плюс минус 0 1 вот что физик скажет вам то есть что это будет означать это будет означать что ваш электрон на самом деле размазан между двумя этими центрами будет средний заряд при этом на центр останется прежний вообще два плюс на плюс вы же видите у вас 50 процентов времени этот электрон будет сидеть здесь 50 процентов здесь но в результате то тогда у вас что получится этим электроном и что делаем вот лишний электрон это купрум 1 плюс да вот это он как здесь может бегать между узлами купрум 1 плюс лишний электрон на фоне купрум 3 плюс ну так вот у вас получится здесь как раз комбинация двух состояний причем если посчитать средний заряд на узел вы получите 2 плюс поэтому химико удивитель после реакции без пропозже скажем так ведь заряд остался 2 плюс хотя представьте себе что реальное состояние которые эти два плюс вам выдала она совсем не то о котором думал химик вот это вот такой физический подход он конечно в каком-то смысле глубже я не хочу сказать что вот химик он такой у него потолок и дальше он ничего не соображает нет просто условия нашей работы мы все-таки немножко разные профессии да вот мы вы даже немножко все это лучше смотреть откуда все это там ничего происходит химики немножко где-то до какого-то уровня доходит дальше как бы начинается физика совсем физика так же видеть это очень интересно еще на самом деле эффект более того я бы сказал так что вот этот процесс перескока в этого лишнего электрона или фактически обратить внимание эффект обмена состоянии 31 31 это на самом деле процесс который в каком-то смысле можно назвать прародителем вообще-то говоря знаете как ни странно свет проводящего состояния какой казалось отношения сверхпроводимость к этому умеет но дело в том что ведь что такое сверх проводимость да это вот когда вы берете заряд ну а зону лучше куперовской пары и куперовская пара у вас как бы бегают они сами не после бегают как классические объекты они размазаны по всей исторической решетки размазаны вот именно такого типа эффекта наблюдается размазанности а что значит размазан это означает что на каждом узле решетки у вас заряд точно не задан данном случае видео вы построили такой комбинации люди у вас в этом смысле видите электрончик то бегает то там то там то там туда у вас определенной валентности определенного заряда нет у вас смесь есть у мультику проводит это означает что заряд ватку глаза да только в смысле среднего то есть два плюс в смысле среднего а мгновенное значение 3 плюс 1 плюс 3 плюс 1 2 3 плюс 1 вот это как раз неопределенность заряда квантовая неопределенность заряда это на самом деле есть основной хорошие английское слово point ну point . как беда да еще вариант такой перевода пункт пунктик это как бы основной пунктик вообще говоря в теории сверхпроводимости неопределенность заряд квантовая неопределенность заряда как только вы сталкиваетесь с квантовой неопределенность заряда а ищите глубже там вроде глубже можно накопать сверх проводящие состояние на самом деле если говорить о связи со светопроводимость это это как раз пример который я рассматриваю это локальный сверхпроводимости на уровне он буквально пара атома глобальной сверхпроводимости когда это состояние с неопределённым зарядом распространяется на весь материал вот это будет глобальный сверхпроводимость и так мы говорим переходы с переносом заряда и переходы с переносом заряда pd и dd вот эти переходы в подавляющем большинстве материалов типа оксида являются ведущими переходами которые определяют оптические свойства материала в широком диапазоне от электрона вольт до десятка электрона вот типичный диапазон то есть типичная энергия этих переходов это от одного электрона вольта до 10-15 электрона вольт так давайте перейдем все все полное расстройство на 2 уезжает давайте угадаем не давайте угадаем около 45 тысяч евро то стал что две магистраты получают тысячи евро этого аспирантура в германии а в швейцарии тоже будет начали получать 4600 франков и царских это примерно 5000 долларов а потом это вот на первом в первом году а потом на втором то есть она говорит что это примерно будет в среднем сто шесть тысяч какие цены не отличаются нет чем отличаются студенты студенты которые уехали отсюда и которые не уехали чем не на самом деле как ничем не отличаются наташа она не активно смекает а прямо такая выдающаяся была вот но она умеет работать с этим но она хотела тоже намного спиратуре третий год у меня в аспиратуре данном год она в германии человек полкалась так диск она работала до того наташа ну я могу привести вот у меня как у вас все есть полис медицинского страхования да я думаю что у вас у половины этот полис подписан наташей федоровой как раз вот можете потом используют как как этот самый взаиметости взяли автограмм да у меня полис не твой медицинского страхования подписан наташа федорова она просто подрабатывала в какой-то этой конторе которая выдает эти полисы она не сама сказала да он подрабатывал я на и ругался потому что я слышу она подрабатывает и в общем то работать тяжело когда-то подрабатываешь сегодня и но она пыталась очень как-то вот все вот чего-то где-то как хорошо английский знает неплохо компьютеры но английский это очень важный момент но очень хорошо знает английский что значит очень хорошо для человека не имеющего опыта выступления семинара в европе да это хорошо но вот она первая я был допустим на и как раз у меня немножко краснел так ну почему красиво потому что так она для непрофессионала хорошо знает язык но профессионально не очень но для начала мне будут дальше неплохое выступление хотят немцы как нужно сказать что ничего не помню ну это другое а постепенно там почти не готова на чуть больше полугода провела в германии получила такой опыт во первых там семинар посещаешься время общаешься там проходят с детстве с немцами да практически не общаешься уже общаешься в полу где она сидела это тоже сидел там итальянец они дадут роду русский есть коля коля русский салит итальянец китаец китайка но вот на самом деле за последний год наташа в общем-то особенно германии поделись узора там не надо было эти самые медицинские полисы выписывать естественно она занималась наукой просто начнем и довольно много насчитала за это время за что вот получила и не просто опыта счета не то же приятно потому что то есть это в каком-то смысле как бы акцент и нашего тоже туда я горжусь у нас сразу два события один в японию причем игорь там мощно выдержал такую конкуренцию потому что эти подсоковские позиции особенно в японии их очень мало японцы вообще не любят европейцев европейцев европа если граница вот здесь проходит да не нового это конечно нет но все таки знаете мы вы как бы азиаты которые вот так вот смотрим в сторону да там у нас там у нас это у нас север запад потом кидаться на западе посмотрим нет так это мы азиат и чё-то мы болтаемся между вот европой и азии у нас судьба конечно тяжелые в стране и я просто сказать что на самом деле кстати вот еще и маленький тоже сюжет я по моему вам тоже рассказывал вот у нас как раз в сентябре на кафедре был один из наших выпускников и вот это один из ведущих теоретиков сегодня не только европейских это профессор в голландии он руководит сейчас большим центром по исследованию графена это рыцарь ордена 2 голландского ну это как вот типа почетный регион там во франции такой орден им дали троим этот орден двум нобелевским галлариатам гееву и новоселову нашим уже с отечественником так и вот миша конституционную дали и когда мишу спрашивают а в европе а вы какой закончили университет миша говорит уральский университет спрашивает что ты кто такой он знает в физике я имею в виду уральский университет мало кто знает но тем не менее видите как оп миша конституционную у нас есть много сейчас на самом-то деле в европе народы которые не только в европе которые у нас закончили ну я пришел теретиков имею ну кстати не только теретиков работают экспериментаторы многие на западе я вам уже рассказывал в том же Дрездене встретил нашего с компьютерной физики солдатова вот армии там косит но я думаю что будет косить еще долго даже если армия поймет и забудет там больше нравится косить чем здесь опускающий парень вот он кстати я вот они молодая очень хорошо довольны да может потому что там стипендия тысячи рублей а работают нет вот это очень интересно но меня даже поразило я вот видите я в себя еще не мог прийти я думаю сейчас скажет тысяча евро ну я даже ей посочувствую потому что в Швейцарии там цены я думаю что немножко повыше чем в Германии Германия самое дешевое возьми там в Германии и Франции Францию билеты особенно в Париже что за сегодня в два раза все да а в Швейцарии может еще дороже ну там есть зарплаты в Швейцарии в Швейцарии значит Аскрат если 4 600 получает профессор в месяц получает там 15 тысяч в Швейцарии вот разница кстати небольшая относительно небольшая да в 4-5 раз по сравнению с Германией да нет я не думаю я в Швейцарии был мягко уважаю только проездом пару раз ну я как-то не обратил внимание ну там что ты же покупаешь я там ждал просто пересадок там почтовые открытки стоят вообще очень немного дороже ну сколько там они ну евро ну смотря где-то а может ну смотря какие правды нет я не думаю что сильно дорого я не думаю что сильно дорого хотя так предполагаешь потому что зарплата дороже больше да и значит цены естественно будут больше вот хотя в Германии видите как зарплаты больше чем во Франции например заметно больше а цены меньше заметно меньше ну увереннее Германии может себе позволить вообще по ведущей такая экономика вот пять двести пять двести швейцарских храмов я просто боюсь она будет перестанет заниматься на таких харчат как жить дальше вообще вообще а нам то вот что делать вам что делать да когда швейцария знаете как раньше анекдот был такой давайте войну швейцарии объявим так вот и тут же сдадимся сразу а раньше говорили швейц швейцария как раньше воевала со швейцариями не воевали а со швейцариями объявим снова войну как петр первым там делал но только сдадимся как линька самый плохой в чем никто же мы объявим а никто же не принят этого что в смысле интенсивности перехода в диапазоне нескольких электронных вольт до десятка полтора электронных это вот самый главный по интенсивности и нашу оптику видимого диапазона пособие на не определяют переходы с переносом заряда и интенсивности очень большие кстати и больные моменты перехода я не буду подробно об этом говорить это кстати на самом деле несложно посчитать может такую задачку дожидать но гипольный момент перехода с переносом заряда я обозначу это не понимаем перехода это величина порядка смотрите заряд на расстояние либо pd либо dd то есть на расстояние ну скажем дать я для пд перехода напишу и пд то есть расстояние между они он это очень большие величины очень большие величины уже это расстояние порядка r это порядка 2 и вот эти дипольные моменты перехода не случились большие и соответственный большие огромные сильность следующий тип переходов слабый переход больше того запрещенный перевод я их упоминал все время это так называемые переходы которые в английской литературе называют кристалл фильм транзишен кристалл фильм транзишен но иногда их называют так dd переходы тоже для ионов группы железа или ff переходы для редких земель это переходы внутри атомные то есть переходы между д состояниями внутри атома или еще их называют смотрите как если переходы с переносом заряда можно назвать интер сайт меж сайтами интер сайт транзишен то переходы о которых сейчас я говорю это внутри атомный то есть интер сайт транзишен интер внутри интра сайт интра сайт интра сайт может писать вместе не трасса и транзишен внутри юные внутри юные и еще иногда называть по-английски интра конфигурация внутри конфигурационные переходы то есть переходы пределах одной и той же электронной конфигурации между разными состояниями я приведу сразу пример вот мы с вами рассматривали откуда название кристалл фильм транзишен а мы с вами рассматривали скажем д электрон в кубическом ну или аккорричном кристалличном поле вот здесь вот картин прощепление ежи т2ж еще т2ж состояние ежи состояние вот это прощепление 10 дпу или просто большое вот пожалуйста т2ж состояние они практически являются д состояниями ежи тоже д состояние пожалуйста вот между этими уровнями может быть переход как поглощение так и излучение это будет то что называют беды кристалл фильм про защищен то есть переходы кристаллического по русски кстати кристалл филд обычный перевод как-то немножко неудачно будет назвали просто говорят либо д д либо говорят внутри конфигурационные но к сожалению видите д д обозначение но такое странное мы говорили о переходах переносом заряда д д д вот туда на различать конечно там у вас из д состояния в без состояния на соседи переход идет в нашем случае переход идет из д состоянии тоже в другой для состояния но на том же атоме то есть это такие внутриатомные переходы это межатомные переходы переходы с передовым сандаром или пинтерсайд межатомные или межузельные переходы эти переходы очень слабые почему потому что они на самом деле запрещены как электродипольные напомню что не полный переход но переходы между состояния одинаковые четности видите это состояние это тоже до состояния просто разные комбинации д функций фольген туда сюда то есть это фактически переход между состояниями одной и той же четности любого из д состоянии положительные отчетности но они не ходят переходы разрешены между состоит разной черностью одинаковый чё значит олено не больный переход запрещен соответствующий ну я вам уже на лекциях говорил что слово запрещенный даже так давай так еще будет наблюдаться все равно найдется всегда какой-то механизм который разрешит переход как и говорят разрешение перехода какие-то механизмы ну во первых если у вас d а помиджей он находится не в центре инверсии не в центре инверсии что это означает это означает что для него теперь операции версии не является операцией 7 дней чего-то приведет это приведет того что без состояния в этом случае перемешаются черный с какими-то нечетными скажем свои состояния медили с f состояниями то есть черность перестанет быть характеристикой состояния и тогда правила отбора почетности ну как говорят смягчится не будет столь жестким это означает что переходы между состояниями формально как бы раньше одинаковые черности теперь будут разрешены почему же черности потеряется на самом деле и состояние d типа на самом деле будут описываться теперь суперпозиции d состояние начальник исходных и пресс скажет обресса статью принес может быть маленькая но именно за счет этой примеси у вас произойдет разрешение перехода как электродепольного управление переходы разрешены как магнитно не подлить потому что мигантно-гибольный переход это переход разрешенный между состояниями одинаковой черности переход типа m1 но доставать вперед все равно поэтому эти переходы реально слабые в какой гиппазон они попадают ну как раз они попадают гиппазон энергии соответствующих примерно энергиям кристаллического расщепления то есть 10 деку а это величина порядка электрона вольта порядка электрона вольта один два внутри может быть электрон поэтому как правило вот смотрите вот сюда вы так но прозрачности попадут вот эти самые внутри конфигурационные интросайт беды переходы вот где-то здесь они будут но их интенсивность повторяю это разрешенные переходы с переносом заряда мощный запрещенный ты слабоинтенсивный это будут такие маленькие маленькие здесь даже вот этого многое нарисовал на них дальше вот сюда они попадут где-то как-то вот так может это выглядит представляете себе вот хорошо если они попали в окно прозрачности тогда даже очень мало интенсивные переходы слабые переходы можно вытащить на фоне нуля нормально а вот когда они попадают на график дальнего позвращения вот правильный видит вот этот край может очень резкий и понятно что если даже острый переход попадет на этот край то вы его вкус не убить вот он там и два заметных это особенность даст поэтому иногда народ изощряется экспериментатора что делают беру скажем производные производные сигналы и тогда конечно вот эти вот пики производные вытащатся кстати обратить внимание что во многих экспериментальных методиках для того чтобы повысить точность измерений регистрировать не сигнал а производную первую или даже вторую производную ну просто почему потому что видите как у вас производные иногда дает возможность более точно определить энергии перехода вот я нарисую вот такую линию скажем да широкую линию скажем спектру поглощения одиночную линию вот возьмите производную ниже производную рисую обратить внимание что бежитые максимумы расстояние точности соответствует полуширине как говорят видеть что такое полуширина линии высота да это полуширина это ширина на полу высоте полуширина а фестор?.. Я воспроизведу сейчас, вы что-то, 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 я уже стартопа какого-нибудь, я не хочу вот это сказать. Вот это, да? Да. Я бы тоже хотел это сказать. Вот, точно. Да. Видите, ну, честно говоря, я почему-то удивился, потому что я хотел это нарисовать, написать, вернее, так потом-то думал, чуть-чуть, я не соображу, как забыл, как перевести это всё. А вы мне напомнили, видите, как здорово просто. Да, вот ещё такое сокращение вводится. Ну, Хаофис – это понятнее, а сокращение всё равно его расшифровывают, на самом деле. Видите, как? И, кроме того, центр перехода, видите, попадает вот на эту точку. Пересечение – ноль. Ну, такую точку легко хоть бы заметить экспериментально. И, кроме того, если вот эта полоса попала куда-нибудь на другую полосу, докладывается, так, то в результате иногда бывает трудно, например, положение этого пика вытащить. Но если вы берёте производную, иногда это оказывается легче сделать. Ну, или возьмите вторую производную. Тогда что у вас даст вторая производная? Вам даст ещё два экстремума, но вот здесь вот пик будет более такой узкий, он более ярко выраженным будет, вторая производная. Вот. И поэтому в оптике, особенно в таких оптиках типа, знаете, там, электрооптика, магнитооптика, вот, очень широко используется метод производной. Итак, значит, запрещенный ДД-переход. Ну, я об одном из таких переходов говорил. Яркий цвет рубина. Яркий цвет рубина связан как раз с переходом типа ДД, вот этим запрещенным переходом. Обратите внимание, тем не менее, какой мощный эффект. Цвет определяется именно вот этим переходом. Хотя, повторяю, он очень слаб. На фоне вот этих интенсивности в полосе фундаментального поглощения он на порядке слабее. На порядке слабее. Видите, ведь всё, многое зависит от того, в какой спектральный диапазон мы попадаем. Видимый диапазон, он достаточно узкий. И если в этот диапазон попадает переход, даже если он очень слабый будет, так, то он может делать погоду. Всё, цвет там придавать и так далее. Ну, и наконец, дальше идём. В атомах есть разрешённые электродипольные переходы. Ну, например, это переходы между состояниями разночётности. Ну, например, 3D в атоме, 4P-переход. Вот очень известный переход для ионов группы железа, например. 3D-4P. То есть D-электрон переходит в 4P-состоятельный. Что при этом происходит? Ну, вот, например, для меди 3D-9 конфигурация, да, валентной оболочки. Идёт переход 3D-8, 4P. То есть 8 электронов остаётся в D-оболочке и один электрон в P-оболочку уходит. Переход разрешённый. Это мощные переходы. Переходы мощные. Я вот вам сейчас нарисую картинку. примерно, значит, купрата. Вот в купрате как раз вот такого типа перехода. И знаете, как это примерно выглядит? Вот такого типа это может выглядеть. Мы с одним коллегой из, знаете, вот такой филолог русский Писарев, в XIX веке. Вот его родственник, физик, довольно известный физик Роман Васильевич Писарев. В физкете в Питерске. Вот у нас есть с ним работа. где он обнаружил в одном из аппаратов переход с массу, у которого на, ну скажем, на диэлектрической проницаемости, вот если перевести не коэффициент поглощения, не интенсивность поглощения, а мнимую часть диэлектрической проницаемости. Это вот тот самый пик, который обычно получают, пик. Так вот этот пик выглядит примерно так. Причем его величина максимально вообще среди всех оксидов группы железа порядка там 25 безразменных ядничков. Мощнейший пик такой. Это разрешенный переход. Еще узкий уже. Узкий разрешенный перевод. А вот рядом такие мощные полосы, они на самом деле в интегральном измерении. У них интенсивность будет очень большая. И возможно даже больше, чем у этого единенного пика. Вот это переходы с переносом заряда. То есть видите, на фоне этих мощных переходов с переносом заряда, такой переход может выглядеть вообще как колонна, колосс такой мощный. Это вот атомные переходы. Я перечислил вам основные переходы в атомах в диапазоне близевидимого. Это внутри атомные или FF переходы. То есть переходы между состояниями валиной оболочки. Дальше это разрешенные переходы типа DP. Их называет еще интер-конфигурационные или между конфигурационные переходы. Уже действительно видите? У вас конфигурация электронная меняется при таком переходе. И интер-конфигурационные или между конфигурационные переходы. И, наконец, с переносом заряда. вот эти три типа перехода определяет всю оптическую погоду для огромного числа для подавляющих высказал числа среди никогда нас окружает и они на самом-то деле формируют то что мы видим вот на самом деле то что мы видим что мы видим узком видимо где по зоне и нас это конечно важно понимать что с нашим видимым миром связано вот эти вот всего лишь три типа перехода ну и дальше там задачи и так считаю как анализировать что на сегодня к сожалению мы проинтерпетировать спектр достаточно детально пока к сожалению не может испаряя на все наши возможности мощные и миды компьютерные моделирование и так далее и так далее расчеты золы очень часто наши разговоры о спектре ограничивать такими вот так вот на пальцах дай бог четко распределить все переходы вот по этим трех полочка dd внутриотомные dd переходы с переносом заряда или пд переходы с переносом заряда или конец межконфигурационный переходные атомные типа пд скажем или сп там и так далее на самом деле даже для такого качества но у них как-то распределение никогда нас не хватает головы все до сегодня